Всего на старт вышло более 60 участников – профессионалы и просто любители. Детям необходимо было проехать 3 километра, подросткам и женщинам – 9 километров, ветеранам – 6, а мужчинам – 10. Молодые атомщики заранее позаботились о подготовке маршрута, убрали сучья и кусты, сигнальными лентами промаркировали повороты, опасные места. Работники предприятия ЭЦМ выкосили траву. Несмотря на то, что маршрут гонки был со спусками и подъёмами, спортсмены активно преодолевали трассу и старались сохранить дыхание. Велосипед и здоровье почти синонимы, поскольку сбалансированное питание и регулярные велопрогулки – залог отличного самочувствия и привлекательного внешнего вида. Погода выдалась невероятно жаркой и добавляет позитивного настроения всем участникам. Все прошло прекрасно, без падений и травм. Такие гонки дают возможность проверить свои силы, испытать себя на прочность, а своего железного коня – на верность и надёжность. «Прошлый раз я занял третье место. Мне повезло, наверное, в этот – второе. Надо стремиться к лучшему, конечно. Велосипед люблю, стараюсь ездить на работу каждый день». «Трасса была очень сложная, много подъёмов, много спусков. На первом круге у многих вздулись шины и на подъёмах было в два раза сложнее. Очень рад. Тем более, это мои первые соревнования. У меня не было опыта, мне было реально страшно». «Не зря говорят про велосипед, его величество – велосипед. Особенно в нашем местности, где очень много красивых мест и вокруг водохранилища. Здесь очень много трасс. Очень люблю, стараюсь почти каждый день кататься. Очень хорошо организованы соревнования. Молодцы организаторы. Детей много привлекли». Самый маленький участник велогонки – пятилетний Алексей Болтунов – прошёл дистанцию в два километра. «Я ехал, мне было тяжело. Я вытерпел, доехал, мне соревнования понравились». По итогам велогонки золотыми призёрами стали Степан Симоха, Ирина Потапова, Краснов Дмитрий, Андриянова Софья, Алина Болтунова, Андриянов Александр и Сергей Печерица. Все юные участники получили торты, победители кубки, призёры – медали. Велосипедный сезон завершится в начале ноября. Впереди ещё пробег 150 километров за 24 часа.